Доброе утро, страна! Доброе утро, зарубежье! Сегодня день начался прекрасно. Я, наконец-то, хорошо отдохнула. А то после рубрики «Тихо сам собою» я почему-то не могу спать. Вы знаете, вот после того, как вышла рубрика «Тихо сам собою», я уснула только в пятом часу утра. Вот мистика какая-то, воспоминания настолько одолевают мой мозг, что они мне просто не дают спать. И вот скидываются события, вот это, это, об этом не сказала, об этом не сказала, об этом я забыла. И спать совершенно невозможно. Нужно смотреть либо всю ночь телевизор, ну, либо засыпать в пять утра. Ну, к тому же еще в квартире в Москве очень душно, очень душно. Несмотря на то, что я стараюсь открывать окна, стараюсь открывать балкон, но, вы знаете, духота все равно не проходит. То есть, ну, не спасает от духоты. Ой, я боюсь 12 этажа, ужасно, поэтому даже открываю окно или форточку, мне становится страшно. Вот. Боюсь высоты, очень. Это самый мой большой страх. Вот. А сейчас я отправляюсь к маме с тетей, мне нужно их навестить, потому что я хочу завтра поехать на дачу. Перед дачей мне нужно обязательно их навестить, посмотреть, что там, как там они, что им нужно, может быть, что-то докупить. Вот. Ну, и заодно отвезу тете то платье, в котором я вам понравилась, чтобы она его немножечко доработала, потому что оно не очень хорошо сидит на фигуре. Вот. Так что, вот, сегодня буду готовиться к поездке на дачу. Дай бог, что все сложится у мамы с тетей хорошо, и я смогу туда поехать. А Борис? Борис вернется в Москву, потому что ему нужно попасть на работу, его позвали, там кое-какие помочь дела сделать. И потом Борис тоже вернется в Москву. Но мы вот так вот чередуемся, чтобы в Москве обязательно кто-то был с мамой и с тетей. Но я надеюсь, когда в сентябре Аллочка с Машей вернутся в Москву, потому что Маше нужно ходить на курсы при той школе, в которую она пойдет в следующем сентября. И тогда я смогу на даче пожить подольше. А с мамой и с тетей здесь будет Аллочка. Надеюсь, она мне поможет, чтобы я могла хотя бы недельки-две на даче провести, потому что там очень много надо пересадить, разобрать старый парник, там много дел. Вот. Ну, что я вам об этом рассказываю? Это же не очень интересно. А сейчас отправляемся к тете и маме. Оля Шадрина, это сюжетик небольшой для вас. Вот желтое платье на вешалке. Обычный круглый вырез. Вот такой рукав. Вот здесь квадратная прайма. Она квадратная. Так, дальше. Передняя часть лифа отрезная. Вот до сих пор. Вот здесь и вот здесь. В боковых... Боковинки прямые. Вот от праймы идут. Видите? Просто прямая боковинка. Здесь пришивается нижняя часть юбки. Так, дальше поехали. Карманы вот в этих швах. Которые от прямой праймы. Здесь присборено. Это видно. И дальше. Вот так. Здесь уже вот этот вот валан. Или как это сказать? Ярус юбки пришит по кругу. Вот. Со всех сторон. Одинаковые. Перед и спинка. Совершенно одинаковые. Так. Даже вырезы, я смотрю, совпадают. Что на спинке, что на передней части платья. Хотела сказать, на полочке. Вот. Вот так. Здесь на рукаве пуговка. Вот. На рукаве пуговка пришита. И шлевочка, на которую можно застегнуть рукавчик. Вот так. На пуговку. Просто я его постирала, погладила. Поэтому оно пока вот в таком виде висит. Вот. Ну, я не думаю, что это итальянское. Вот это вот. Что это такое? Вот. Что это за итальянское платье? Вот это вот что? С этой стороны же нет. Ну, может быть, шили где-нибудь в подвале Италии. Вот. Вот спинка. Надеюсь, видно. Я специально это сняла на приближенной камере. Вот как-то так. Я забыла вам показаться в своем сарафане. Вот так я выгляжу. В этом сарафане я тоже ходила в Греции, когда мы были с Аллочкой 7 лет назад. Ну, вот как-то так. Люба, не мотыляй камерой. Тебе же говорят, не мотыляй камерой. Я стараюсь, но камера без стабилизатора. Вот. Вот так вот я в нем выгляжу. Ну, в общем-то, сейчас в нем я и поеду к тете. Надеюсь, в нем, в этом сарафане, я точно тете понравлюсь. Кстати, к этому сарафану, наверное, очень здорово подойдет шляпа. Давайте померяем. Вот в таком образе я пребывала в Греции. Вот. Ну, наверняка в этом сарафане я вам понравлюсь больше, чем в чем-то остальном. Дверь от сквозняка хлопает. Ну, вот. Так. Шляпа не так. Шляпа вот так. Ладно, это нужно так загнуть поля. Вот. Вот так. Вот так. Я отправляюсь к тете Вале. Но только шляпу, наверное, не надену. Но только шляпу, наверное, не надену. Я правильно сказала. Посмотрела на надпись на холодильнике. Сразу даже покраснела. Вот. Ну, в общем, вот так. Я побывала у мамы и у тети Вали. Ну, все нормально, конечно, если это можно назвать нормально. Ладно, ну что я об этом. Ну, в общем, тетя Валя подогнала на меня платьица под мою фигуру. Сейчас я вам постараюсь показать. Ну, надеюсь, что вам понравится. Мне нравится. Мне нравится цвет. Мне нравится фасон. Мне нравится, что оно без рукавов. И мне нравится, что оно хлопковое. И я не вошла. Я ввалилась в квартиру. Все равно жарко. Так, ребята, я купила опять такой же сыр. Надеюсь, теперь я не буду такой незнайкой. И пожарю так, как его надо. На гриле боюсь. Будем жарить. На сковороде. И попробуем. Что ж это такое за сернурский холумис? Ура, 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 ура. Видно? Вот. Ну, здесь почему-то написано ферма мяснов. Ну, я думаю, что это по заказу. Сделано в России. 100% натуральный продукт. Без ГМО. И свежего молока. Сейчас все сделаем. Ну, а потом точно покрасимся. Нет. Еще не совсем красится. Потому что еще надо пообщаться с Аллой. С Аллой, с Борисом, а не на даче. Борис так и не хочет купаться. Все время, знаете, как говорит? Так смешно. Говорит, заболею я. Ну, может, искупается все-таки. Ладно. Сейчас позвоню Алле. Простите. Отключусь от вас. И поговорим с ней. Ой, ребята, смех и грех. Вы посмотрите. Ай! Вы посмотрите. Мой муж залез в бассейн. Узнал, что меня Саша Шапик упомянул. В своем видео и говорит. Ну, Любаня, в честь этого лезу в бассейн. Представляете? Он не хотел купаться. Все время говорил. Заболею я. Заболею я. Сашка, вот это да. Неожиданно. Спасибо, мой хороший. Люблю я тебя. Вот нравится мне твое видео, Саш. Очень нравится. За их настоящность. За твою настоящность. Какое-то слово такое, настоящность. Но. Ой, а вот Алла. Слово настоящность, конечно, какое-то неправильное. Но оно точное. Ой, надо же. Вот это да. Бурька, молодец. Ох, мой дорогой. Молодец, молодец. И давление у него там нормализовалось. Все отлично. Ура! Ура! Бассейн кончился. Бассейн кончился. А потом на шесть соток купить. Вот это да. Ой, ой, не могу. Одно и то же слово. Вот это да, вот это да. Дом, мать, действительно. И поставить бассейн на все шесть соток. А дом? А дом где будет? Дом сломать, не нужен он. Ой, ребята, молодцы. Я попросила Машку, чтобы она мне показала, как она прыгает с верхней ступеньки. Я не знаю, смогу ли я поехать на дачу. Машечка! Смотрю, Марусик, смотрю. Ой, ребята, трусит. Точно струсит. Молодец. Ура! Вот это да. Ты моя умница. Ты моя крошечка-хаврошечка. Вот и вы научились. Поздравляю, Марусик! Так, ну что, запоминаем, какого цвета я была. Скоро я буду уже не такого цвета. Такс. Ой. Запомнили? Сейчас на телефон отвечу. Это звонила моя подружка Маришка. Так, ну что, вот, красим седину. Скажу честно, мне очень страшно. Я таким, такой краской никогда не пользовалась. Сейчас я буду смешивать. Там написано так мелко, такая жуткая инструкция. Там даже, я говорю, не прочтешь толком ничего. Так, ладно. Буду действовать так, как мне говорила девочка... Ой, мозги убегают в другую сторону. Как мне говорила девочка-продавец. Все. Сейчас я все смешиваю и наношу. Так, ребята. Вот. Беру вот эту бутылочку. Сейчас взболтаем. Ой, блин, я боюсь. О, белое. Что-то белое. Так, ладно. Выдавливаем. Не люблю я мелочиться. Буду выдавливать сразу все. Ой, елки. Перчатки в этот раз я одела. Потому что я не знаю, как будут действовать эти химические составы. Так. Вот. Можно использовать две трети. Так, теперь вот этот вот. Вот. Вот это берем. Так. Протыкаем дырочку. Ребят, боюсь до ужаса. Перчатки бы не порвать. О, здесь тоже все белое. Странно. Так, ладно. Выдавливаем. Выдавливаем все. Посмотрим, какого я буду вида. Вообще, в такую же руку только волосы красить. Руки в перчатках уже стали такого странного вида. Вот какие-то, видите. Как будто прям совсем вот ручки, как у старушки. Так. Все. Закрыли. Теперь перемешиваем. Боже мой. Ой. Какого-то серого цвета становится. Представляете, сейчас я буду у вас серого цвета. Экспериментатор, кулинар, как говорят. Так. Господи, благослови. Так. Надеюсь, с цветом мы не ошиблись. Вытираем. Унитаз. И еще раз размешиваем кисточкой. Ой, я не спросила, надо целлофановый пакет-то на голову одевать или нет. Так. Все. Я перемешала. Так. Дверь надо немножко прикрыть. Так. Ну что, ребята. Приступаем. Мама дорогая. Господи, помилуй. Так. Ну, наносим. Кстати, это моя любимая кисточка. Ой. Ладно, страшно. Ну, что делаешь? Не так страшен черт, как его малютки. Так. Сначала корни. Корни на 10-15 минут. Так. Хорошо, что я... О, Господи, уже по лбу провела. Хорошо, что я в перчатках. Так. Так. Мама дорогая. Люба, что ты делаешь, а? Я? Я хочу быть красивой. Так. Очки сняли. Так тоже хорошо видно. Вот привыкла носить очки. Хотя... Прекрасно вижу и без очков. Но очки мне нужны для чтения. И для монтажа видео. Так, ребят. Так. Виски. Вот так. Ну, что в париквахерских так дорого стоит покраска? Желко мне полторы штуки за покраску отдавать. Господи! По всему лицу сейчас размажу. Так. Мы сегодня хотели встретиться с Вероникой, но я боюсь, у меня не получится. Так. Сейчас вот здесь височек еще. Так. Ну что, приступаем. Странная какая-то краска, ребят. Вот ту краску используешь, а она ту, которая совсем дешевая. А она, вы знаете, она какая-то вот сразу цвет какой-то у нее там виден. Здесь не видно ничего. Мажешься и будешь как снежная королева. Или как снегурочка, например, белая. Это вообще пипец тогда. У меня Борис Сергеевич в обморок упадет. Ладно, все уже. Падет, не упадет. Пусть тушу. Упадет, поднимем. Такс, 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 такс. Вот хорошо я здесь не одна, хорошо здесь вы. Такс, такс, как я буду затылок красить. Ну, там все равно все темные волосы. Так, девушки мне сказали нанести, нанести, а потом причесываться. Так. Господи, нанести. Три волосины в шесть рядов. Нанести. Нанести волос на голове не оставила парикмахер. Под мальчик, под мальчика. Под деда пенсионера меня подстригли, а не под мальчика. Такс. Так, вы давайте, смотрите, я там все промазываю. Ой, елки. Глаза скосила, уже ничего не вижу. Так, ладно. Теперь в эту сторону поехали. То этот цвет, он уже не идет ни под одно платье. Ну, и потом отросла. Волосы отросли. Такс, такс. Такс, такс, такс. Так, так, такс. Так. Сейчас стану какая-нибудь зеленая, как лягушка. Ну, поржем тогда. А я же сегодня еще трансляцию обещала. Это будет зависеть от того, какого цвета я стану. Так. Такс. Чего стесняться? Вон, в салонах. Все за стеклом делают. И все все видят. Кто каким становится. И, честно говоря, мне это вот совсем не нравится, когда в парикмахерских незатемненные стекла. Ну, чтобы хотя бы не видно было, как женщина становится красивой. Так. Вошла некрасивой, а выходит красивой. Мне кажется, это было бы здорово. Так. Все. А сзади... А, да, сзади. Сзади надо вот так. Ну, в общем, короче, по наитию. Так. На ощупь. Так. Видите? Видите? Так, смотрите, я там прокрашиваю или нет? Ну, а сзади там уже и волос нет. Там одни волосы под мальчика. Крашу прям вот так. Все. А там одни темные. Она там все состригла. Поэтому смысла нет делать как-то по-другому. Надо красить все подряд. Так. Так. В таком состоянии я должна выдержать 10 минут. А потом расчесать. Только в не черный. Только в черный не стать. Да. Еще раз виски. Эть. Еще раз вот здесь. Бывает иногда. Ждешь одного эффекта. А получается другой. Веронике надо позвонить. Пам-пара-рам-пам-пара-рам. Пам-пара-рам-пара-рам. Пам-пара-ра. Эть. Пам-пара-рам-пам-пара-рам-пара-рам. У самого синего моря Ты рядом, ты рядом со мною. И солнце светит не для нас с тобой. Целый день поет прибой. Огромное небо над нами. Так. Хорошая рать. Так. Смотрите. Я там все прокрасила? Все правильно сделала? Все. Фаина Раневская была права. Красота – это страшная сила. Сначала это страшная, а потом это сила. Так. Все. Засекаем. Десять минут. Не обращайте внимания. Так. Прошло десять минут. Теперь можно причесывать волосы, чтобы распределить краску. Только бы не быть как киса воробьянинов. Зеленого цвета. Так. Ой, елки. Так. По чуть-чуть. А то сейчас последние три волосины выдеру. Ну, надо же было так подстричь, а. Три волосины осталось в шесть рядов. Ой, елксель. Опа. Так. 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 Идите. Сзади там даже причесывать нечего. Так. Нанесем остатки, которые сладкие, сверху. Может, я неправильно делаю. Может, я неправильно делаю. Но не пропадать же добру. Верно? О, тут еще осталось. Так. 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 Крашусь профессиональной краской первый раз в жизни. Крашу, конечно, непрофессионально. Ну, кому сейчас легко. Хотела накрасить. Так. Только бы не ляпнуть никуда. Идь, 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 идь. Как в кино. Фильм помните? Тупой еще тупее. Лыжи твои, мои, обе, обе, обе. Так же и руки. Твои, мои, обе, обе. Раз. И еще раз причешем. Господи, что вы со мной делаете, а? Вот что хотите, то и делаете. Нет, я сама тоже решила, что потемнее, наверное, будет лучше. А то с этим желтым платьем. А то с этим желтым платьем. Какая-то я не очень красивая с такими волосами. Так, ну-ка. Хорош чесать. Так, все. Ждем. И будем причесываться через каждые 5 минут. Мне там кто-то писал. Тетя Люба, покрасьте брови. Этой же краской. Крашу. Только она прям в нос бьет, эта краска. Пахнет как-то. Неописуемо. Тетя Люба, тетя... О, че песня привязалась? Тетя Люба. Дым-дын-дын-дын-дын. Тетя Люба. Так. Причесываемся теперь частой расческой. Вы знаете, мне кажется, что они не будут такими темными, как меня пугали. Ну, может быть, даже это и хорошо. Сразу не испугаюсь. Краска на расческе остается. Перебор. Перебор. Там у меня бровей нет. На плечи я там не разбросала всю красоту. Только бы не рыжая. Вот самое главное. Только бы не рыжая. Сейчас весь лоб будет такой. Или краски много. Надо было половину использовать. Но половину, ни туда, ни сюда. Не пришей кого-ли хвост. Так. Все. Хорош. Вытираем руки. Вытираем брови. Господи, что эта красота с нами делает? Ребята. Что эта красота с нами делает? Расскажите. Вот расскажите. В молодости я не пользовалась ничем. Ни красками. Ни масками. Сейчас масками я тоже не пользуюсь. У меня своя естественная красота. Ой, Господи. Так. Ну что? Все вроде. А то сейчас на негра буду похожа. А уже похоже на обезьянку. Смотри, дрынь, дрынь, дрынь. Так. Все. Хорош. Все. Теперь я с вами прощаюсь до того, как я их смою. 30 минут держать не буду. Подержу 25. 20. 20. 20 минут хватит. А то очень красиво я буду. В общем, как-то так. Ну, я не знаю. Мне кажется, что неплохо. Даже наоборот хорошо. Правда. Я сама себе нравлюсь. Все. Мы с вами покрасились. Именно что мы с вами. Без вас я бы на это не решилась. В общем, как-то так. Неплохо? Принимаю критику после трансляции. Простите. А на этом я сегодняшний влог заканчиваю. Просто мы хотели еще с Вероникой покататься на самокатах. Вот объясните мне, пожалуйста, что это за Вероника. Вот который раз я приезжаю с ней навстречу. И она постоянно опаздывает. Постоянно. Вышла на остановке, а ее нет. Ну, все нормально. Я позвонила Веронике. Еду ей навстречу. Вот, пожалуйста. Мы с Вероникой встретились. Вот видите. Физкульт-привет. Физкульт-привет. Ну, ладно. Сейчас немножко покатаемся с ней. А потом поговорим с вами. Надеюсь, Вероника трансляцию включит. Прямую трансляцию. Осталось все. То есть еще не открыла пока, да, аккаунт? Нет еще. Ясно. Я думаю, сейчас ремонт доделаю и начну. Причем тут ремонт и аккаунт? Как раз в этом, на ютубе, на канале надо было показывать ремонт, Вероник. Ну, ладно, тогда подумай. Мы пришли с Вероничкой. Вот это вот джингаровский пруд, так называемый. Конечно, его очень здорово облагородили. В мои времена не было вот этих вот деревянных загородок. Не было тропинок, не было скамеечек. И вот там, где огонечки, там кладбище. Вот туда мы и переплывали. А мальчишки на лодках нас пытались утопить на самой середине. Пруд достаточно глубокий. И вот там, там, по-моему, берет исток какая-то река, да, Яуза? Да. А там Яуза? Яуза, да. Вот там берет исток Яуза, далеко. Вот. Хорошо хоть камера сейчас вот берет, чтобы вам немного показать. Очень красиво, очень красиво. Бред, 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 бред. Это 1940 года. Конечно, по пятницу. claim. Вот APIs. По пятницу. ha, камера. Яуза. Раз beaut.